Приветствую всех любителей вихревой медицины. На этот раз поговорим немного о растениях. Полтора месяца назад я решил слегка попробовать свой разработанный посох на уличной флоре и фауне. До этого все погода не позволяла, так как было очень холодно и стимулировать растения, конечно, не стоило. Но ни огорода, ни дачи у меня своих нет. Только вот могу во двор выйти и поставить эксперимент над местной клумбой. Конечно, с домашними растениями за два года. Мы с женой немало поиздевались. Самый первый раз почти два года назад я сделал буквально разовый эксперимент над совершенно безнадежным засохшим черенком одного комнатного растения. Он сиротливо стоял уже несколько месяцев в углу одного из подоконников. Жена все забывала его утилизировать. Ну а я случайно заметил эту сироту и тут же сей горшочек поставил на тор из МГТФ. Вот частоту уже не помню, возможно где-то было 320 кГц. Включал воздействие более чем на час. Черенок был абсолютно высохшим, высотой около 6 сантиметров и толщиной чуть больше одного сантиметра. И почти через неделю, как из самого черенка в нескольких местах, так прямо из-под земли стали появляться листки. И он так бойко пошел в рост, что больше даже я его не подключал. Где-то через год жена его рассадила, и у нас таких стало несколько растений. Но это все я не фиксировал, как-то не догадался. Ну и множество раз ставил, в основном плоскую, на различные растения, которые вели себя не совсем нормально. В подавляющем случае очень хорошо помогало. А более года назад мы с женой приобрели уже большой куст лимона, который весь цвел и благоухал, но об этом в конце. Так вот, с уличным вариантом. Ставил посох на ближайшую клумбу всего пять раз. Каждый раз от 20 до 30 минут. Конечно, место было не совсем удачное, но выбора не было. Так и постоянно торчать там тоже было не очень. Соседи ходят, выпытывают. Пока послушайте и посмотрите, как дело было, а потом я продолжу рассказ. Сейчас. 6 апреля, 16 градусов на улице, 8 вечера. Первый раз включаю. Субтитры сделал DimaTorzok. 8 апреля, 17 градусов. Вечер. 18 апреля, 8 вечера. Третье испытание. 18 апреля, 18 апреля. 18 апреля, 18 апреля. 18 апреля, 18 апреля, 18 апреля. 25 апреля опять вечер градусов 20 тепла еще готов интересно 9 мая 6 вечера снимаю то что делал более месяца назад результаты испытаний видно что есть трава другая снимаю ночью чтобы солнце не засвечивало как я говорил лимонное дерево то что слева у нас более года первые урожаи что видели на фотках снят был в середине декабря три лимона два месяца ему давали передохнуть и потом когда пошли завязи то оставили один плод примерно через месяц снова зацвел и оставили ему еще два близнеца второе дерево приобрели летом прошлого года но сколько не пытались цвести завязать плоды ему не давали а более двух недель назад я сюда поставил дозревать лук так как запасах он пошел перьями чтобы просто не выбрасывать решил поставить тут и подложил плоский излучатель думал на полчаса положу и хватит но меня отвлекли и воздействие было более чем полтора часов а через несколько дней жена обратила внимание что вдруг сразу два лимонных дерево дали многочисленные ростки хотя по времени ничего такого быть не должно но я вспомнил что перестарался с луком кстати этот лук уже другой партии идет вот вы видите что произошло одновременно с деревню спустя пару недель бутоны скоро раскроются и бурно пошли в рост новые ветки левое дерево получается выдаст третий уровень плодовитости и правому возможно первый раз разрешим выносить один плод когда цветут то пахнут очень шикарным а первые лимоны которые продегустировали были по вкусу самым лучшим что я когда-либо пробовал лимон у нас вообще в рационе постоянно есть в общем я вам рассказываю и показываю эти опыты и происходящее кроме самого отчета еще и для того чтобы те у кого есть комплекты по вихревой медицине и тем более посохи моей конструкции активно экспериментировали с окружающей флорой и фауны так как на самом деле это дает огромный положительный эффект то же самое с животными у меня самого есть код которому более 13 лет и у него было две проблемы мочекаменко и что-то с желудком но теперь этих проблем вообще не существует мы теперь совершенно не боимся давать ему сухой корм хотя раньше ограничивали также и с растениями вихревая медицина дает очень хорошие результаты но хотелось бы не только говорить об этом а и показывать поэтому прошу всех кто смотрит это видео делать эксперименты и выкладывать их в youtube и обязательно извещать меня об этом если не хотите выкладывать ролики сами то я сделаю цикл передач по этому поводу и вообще подберу сторонний материал и покажу у себя на канале к сожалению эксперимент во дворе я провел не так и хотел но тем не менее разница в растительности была значительной вот только почему-то снятое видео не так ярко это показывает в реальности очень заметно что мятлик луговой который идет как газонная трава отказывался расти в этом месте зато клеверу очень понравилось на молодой клен опыт и никак не подействовали так как там была опора и металлическая труба которая естественно отражала попытки воздействия а вы все будьте здоровы и счастливы и до скорой встречи